Госдума одобрила закон об изменении налоговой системы. Он включает в себя введение прогрессивной шкалы налогов для физических лиц. Ставки на доходы физлиц теперь будут такими. Если вы зарабатываете от 200 до 417 тысяч в месяц, вас ждет ставка налогов 15%. Доход от 417 тысяч до 1 миллиона 700 в месяц облагается ставкой 18%. 20% будут платить физлицы с доходом 1,7 миллиона до 417 миллионов в месяц. Ну и все, что выше, предусматривает 22-процентный налог. Еще один важный показатель – налог на прибыль компании будет повышен с 20 до 25%. Чтобы можно было уже в следующем году начать собирать деньги. И в этом году понятно, что никакие инновации не могут быть введены. Они могут быть только со следующего года. Но для того, чтобы со следующего года успеть, надо как можно скорее это все проголосовать, не внося в осеннюю сессию. Да, они на них рассчитывают, безусловно. Но еще раз напомню, что эти деньги идут в региональные муниципальные бюджеты. Но тем самым они, конечно же, снижают нагрузку на федеральные. Потому что когда в региональном не хватает денег, естественно, трансферты из бюджета федерального покрывают эту недостачу. Соответственно, регионы не справляются с обязательствами по выплатам денег за набор, за производство беспилотников. То, что нагружены сейчас региональные администрации очень круто всякими обязательствами военными. И, соответственно, они обратились в Центр и сказали, ну если вы на нас навешали столько обязательств, то дайте ресурсы. Ну и Центр пошел, естественно, решать эту проблему. Потому что раздувать дальше долги регионов невозможно. Они и так все уже закредитованы, перекредитованы. Уже несколько раз все прощали. Но сейчас ситуация с федеральным бюджетом критическая. Поэтому я все-таки бы сосредоточился не на этих налогах, которые подняли, а на тех, что будут поднимать. И в первую очередь я думаю, что надо смотреть в сторону НДС, например, как самого хорошо администрируемого налога. Его легче всего подняв, собрать. Но тут пока с ним не торопятся. Потому что цены и так растут на 30-40% каждый год. Ну и, соответственно, собираемость НДС тоже растет на 30-40% в год. Поэтому государство попало в такую ловушку, что и поднимая налоги, вы не решаете никаких проблем. И не поднимая ничего не происходит, а только хуже. Соответственно, если они сейчас поднимут налог, то они еще больше раскрутят инфляцию. А раскручивая инфляцию, они не только доходную часть бюджета раскручивают, но и расходную. То есть, условно говоря, когда нужно профинансировать что-то для войны, то, соответственно, вам все в два раза дороже приходится покупать. Начиная от свеклы, заканчивая портянками. И, соответственно, здесь у бюджета и у Путина нет хорошего выхода. У него не только дыра, у него еще расходная часть трещит по швам. И повышая налоги, они раскручивают инфляцию и тем самым ухудшают себе жизнь. Соответственно, вот сейчас очень похожая ситуация на начало 90-х. Вообще, потому что уже реально доходность УФЗ, например, облигация федерального займа, она подбирается к 16-17%. А это то, с чего начиналось крушение пирамиды ГКО в 98-м году. Соответственно, вот эти нереальные ставки по государственным займам вкупе с инфляцией, вкупе с повышением налогов, которые ничего не решают, никакие дырки не закрывают. Это вот похоже на рыбу, вытащенную на лед, которая бьется около проруби, пытается изобразить какие-то кульбиты, но она уже вытащена из проруби и никакого хорошего варианта ей туда вернуться обратно в чистую воду нет. Смотрите, если говорить строго экономически, есть две позиции, которые конкурируют между собой в вопросе о том, как влияет повышение налогов на инфляцию. Есть очень четкий такой вот центробанковский подход, что это изъятие денег из экономики, и было бы хорошо, это объяснялось бы все, если бы повышение учетной ставки центробанком влияло бы на инфляцию. Мы бы сказали, а окей, значит у них монетарные методы работают, значит изъятие денег из экономики в виде повышения налогов тоже сработает. Но у них не работает этот механизм, но они по-прежнему используют монетарные методы для объяснения какой-то там борьбы с инфляцией. Понятно, что все игроки экономически, все абсолютно от мала до велики, закладываются в повышении цен на рост налогов. Вот кого не спроси, они все говорят, да мы повысим цены, у нас некому работать, мы повышаем заплату, у нас нет оборотов, чего нет, мы естественно будем повышать цены, будем повышать. А, тут еще налоги повысили, так мы еще цены больше повысят. Соответственно, она абсолютно не права, то есть если бы, вот еще раз говорю, она бы была права только в одном случае, если бы ее повышение ставки уменьшало бы, инфляция только разгоняется. Она уже просто потеряла все берега, в начале июля, как вы знаете, инфляция на флотную приблизилась к 10% годового исчезления. Такого резкого недельного скачка инфляции, который мы видели в начале июля, не было за всю историю войны. Вот она за неделю вскаканула там почти на 1%, 0,62%. Соответственно, то есть они ставку повышают, инфляция разгоняется, ничего не работает. И тут она выходит с этим монетарным лозунгом, что повышение налогов никак не связано с инфляцией, еще как скажется. Поэтому, конечно, любое повышение налогов в противовес заявлению Набиулиной, она полностью уже дискредитировала свою политику центробанковскую по поводу ставки, по поводу своих подходов к удержанию инфляции, да, и по-прежнему уже говорит, что там 9-10%, хотя Рамир из раза в раз говорит, что по продуктовому набору, потому что люди видят в пятерочке условные, да, то цен больше 30%, больше. Мы сейчас не берем даже отдельные позиции, а мы говорим просто вот продуктовый набор, то, что они покупают каждый день люди в магазинах. Соответственно, ну, всерьез воспринимать ее слова не нужно. Сейчас главного ресурса у режима это время, потому что они прекрасно понимают, 25-й год, все покатится по наклонности, денег уже нет в концу 24-го, да. Мы даже не ожидали, что они фонд национального благосостояния начнут дербанить в мае месяце. Я думал, они как в прошлом году в декабре там чуть начнут дербанить. Они уже не стесняются, они уже просто вытаскивают деньги отовсюду, откуда можно, занимать не получается. Они понимают, что дыра в следующем году будет уже неприличная совершенно. И для них вопрос, сейчас получить или через месяц, пока суд пройдет, уже становится достаточно критичным. То есть они за каждый месяц теперь будут бороться, потому что, ну, считается, что в следующем году как-то будет там, может, замиримся, может, Трамп придет. Вот сейчас надо протянуть любой ценой. Конечно, поэтому месяц-два, пока идет суд, пока накладываются все эти обеспечительные меры, все это не нужно правительству, ему нужно как можно быстрее снять бабок с населения. И на этом все. Друзья, ставьте лайки, оставляйте комментарии, ваше мнение должно быть услышано. Подписывайтесь на наш канал и смотрите другие видео прямо сейчас, они уже появляются у вас на экране. Всего хорошего и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok